В историческом парке «Россия. Моя история» состоялось открытие уникального арт-объекта «Здесь был». Его придумала жительница Якутска Лада Евсеева. Свою историю она подала на всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» и выиграла его. Я хочу пожелать нам по кругу. В следующем году защитить еще одну мечту и сделать еще одну точку протяжения для горожан. Кроме лучного тира и арт-объекта поставить все-таки мечту Виктора Морисовича, якутских балаган и русскому издругу. Вот так. «Культурный след» реализуется на средства Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества при содействии Фонда «Живая классика» и направлен на развитие культурной среды и внутреннего туризма в городах и селах. В этом году конкурс объединил более 800 участников из 64 регионов России. Компетентное жюри из сотен идей выбрало 5 лучших проектов, которые действительно могут изменить к лучшему культурную жизнь в мегаполисах. Ну вот, видите, он с одной стороны на деньги федеральные строился, но усилиями все равно местными, потому что, конечно, такая довольно удаленная работа в результате получилась. Это функция культурного следа – работать с различными регионами России и создавать ситуацию, при которой местный житель инициирует идею памятника, о чем нужно говорить, что нужно заметить в этом месте. И здесь идея в том, что если дать жителям власть над городом, если дать жителям возможность менять город, показать, что вообще город можно менять, то он в конце концов может стать тем местом, где захочется жить и откуда не захочется уезжать. Эта функция, эта задача, эту задачу культурный след решает с 2015 года. Поставлено более 20 памятников в различных регионах России. И вот я надеюсь, что это не выглядит как… И мы хотели, чтобы это не выглядело как какая-то федеральная идея, насаженная сюда, очередная федеральная идея, которая насажена сюда как-то неловко, неуютно, неудобно. А чтобы, собственно, Москва была чем-то, что позволяет делать жизнь в регионах лучше. То есть, чтобы действительно идеи, какая-то культурная жизнь, образы из Москвы распространялись и делали жизнь в регионах лучше. Ну вот с этим памятником, что мне больше всего нравится, что он не со всеми памятниками так и получается, поскольку не из любой идеи местного жителя можно сделать произведение современного искусства. Ну так вот получается. И вот самое сложное – найти, вот как-то договориться, чтобы все-таки памятник люди полюбили, чтобы он не был объектом для вандализма, чтобы он был чем-то таким приятным, радостным и улучшающим культурную жизнь. И вот мне кажется, здесь он прям отлично вписался, он очень хорошо смотрится с композицией музея, он совпадает по материалу, его форма очень хорошо вписывается. То есть, вот это, наверное, мой любимый памятник за этот год. Хотя я участвовала во всех слушаниях, то есть я помню, как выбрали этот проект из Лунлиста, какие были обсуждения, почему все-таки его выбрали, очень много споров было, не совсем все, не сразу и не все поняли значимость этого памятника. Тоже была очень сложная история с выбором формы для него. Памятник в московском общественном слушании жюри не смогло выбрать из предложенных вариантов, то есть объявили дополнительный конкурс. И вот здорово, очень хорошо получилось, потому что те действительно присланные идеи памятника в первой части конкурса были гораздо слабее. И здорово, чтобы была возможность и еще одну итерацию сделать для того, чтобы все-таки получился хороший, современный и при этом, я надеюсь, радостный для жителей, нужный, приятный для жителей объект. Идея методиста исторического парка «Россия. Моя история» Лады Евсеевой установить памятную стеллу из автографов и цитат о Якутии, выдающихся людей, которые побывали в республике и прославили ее. Скульптор из Санкт-Петербурга Владимир Андреев отвечал за то, как будет выглядеть новый арт-объект в Якутске. Владимира Андреева вдохновило северное сияние. По его мнению, многие известные личности яркой вспышкой осветили своим присутствием Якутск. Техническая идея скульптора Владимира Андреева – сделать арт-объект в виде полигональной структуры из листов нержавеющей или картеновской стали с лазерной прорезкой подписи, знаменитостей и гравировкой. Аутентичности в темное время суток к композиции добавит специальная подсветка. Этот арт-объект сможет служить экраном для видеопроекций, в том числе образовательных, во время фестивалей. Теперь сказать, что он здесь был, сможет любой желающий. В арт-объекте предусмотрена интерактивная фоторамка. Вот действительно, было очень много людей, были, например, в Сибири, то есть это были и первопроходцы, и очень интересные личности, такие как Бродский. И вот эти люди, они проскользнули, грубо говоря, на горизонте Якутска. Это получалось какое-то вот… светили своим светом над Россией получать. Я подумал, ну, это же вот действительно, это какой-то образ северного сияния. Они, вот эти люди, они светили, в принципе, над Россией. И вот здесь вот эти вот образы, то есть в Якутии, там вечная энерозлота, северное сияние, где первопроходцы. Вот это вот… мне хотелось, чтобы это было выпущено в работе. Практикой воплощения занимались якутские мастера под руководством Афанасия Ефремова. Сделан арт-объект из нержавеющей стали с применением лазерной резки металла. Ну, у нас же получилось за 500 тысяч поставить такой объект, но это, конечно, непросто, да. Просто каждый участник, в том числе и инициатор, и художник, и мы, и подрядчик, они работали за идею, можно сказать. Без прибыли, просто за идею. Да, поэтому, ну, вот, например, художник, он принял участие в конкурсе, никакого вознаграждения не получил. Он нарисовал вот один эскиз, это понравилось организаторам. Дальше он чертежи, там, какие-то конструкции, он не вырабатывает, за это ничего не оплачивается, например, да, и мы вместе, вот, допустим, здесь вот с подрядчиками, ну, всего работниками, вот принимала участие, например, дизайнер музея, да, все эти бьердские, все конструкции, ну, прямо придумывали на ходу. Очень здорово, что у подрядчика оказываются работники, вот те же сварщики, да, те же монтажники, они имеют опыт работы вот в общественных пространствах на территории Якутии, и они сами, видимо, кто-то с художественным образованием или что, ну, все имеют вот свой вкус и как бы работают за красоту, за качество, допустим, да, ну, бывает, когда подрядчики подписывают какой-то контракт, им будет что-то сделать, да, эти чертежи, и мы вот так вот сделаем, или там еще что-то, да, или хотят сделать как-то попростому, попроще, поудобнее для себя, да, а здесь вот каждый, вот я как уже говорил, да, работает за идею, им понравилось работать с таким проектом, да, с интересным проектом, и поэтому каждый вдохновился, и каждый вот, когда вот тот же сварщик, когда варит какую-то деталь, он уже со вкусом, с учетом вот общей композиции идеи, вот, относится к своей работе, ну, я бы это хотел отметить, ну, и мы со своей стороны тоже вот как архитекторы тоже люди творческие, да, вплотную работали вот с Владимиром, каждое движение, каждый вот вариант эскизов, да, ему отправляли, согласовывали, ну, все вот, вот, как говорил, да, проектной группой, вот, все, все вопросы в группе WhatsApp отрабатывали, ну, в итоге получилось максимально приближенным, приближенным к эскизу, который, как бы, изначально был, и рад, что мы особо не отошли, ну, от общей композиции, ну, вот мы для себя увидели, да, что можно привлекать средства извне, мы узнали об этом конкурсе, соответственно, я, вот, допустим, призываю наших граждан, да, чтобы они еще и дальше предлагали свои идеи, почему бы нет, у нас, как бы, тропинка протоптана в этом конкурсе, да, можно еще раз попробовать. Открытие арт-объекта на территории парка России «Моя история» оказалось не случайным. Арт-объект вписывается в архитектурное оформление парка, что повлияло на строительство на удаленной основе в достаточно короткие сроки. При этом организаторы, авторы и строители нашли точки взаимодействия. Я думаю, что этот объект очень хорошо вписывается в контекст нашей работы, вот в те экспозиции, которые представлены в историческом парке, в том числе в части истории Якутии. И, конечно, вот изображение на этом объекте цитат и непосредственно фамилии, имен тех людей, которые были когда-то в Якутске, которые прославили нашу республику и себя прославили, и всю нашу Россию, дают возможность побольше узнать о них, потому что вот здесь всего 29 фамилий, но тем не менее, наверное, мало кто может похвастать, что он все знает вот этих 29 личностей. Их, конечно, много больше, но этот объект, это его главная цель, чтобы наше подрастающее поколение, вообще все, кто здесь пребывает в нашем музее, здесь находится, у нас такой большой микрорайон растет, школа вот строится здесь, да, чтобы, подходя к этому мемориалу, они задумались об этих людях и задумались о том, какой вклад они могут оставить в своей родной республике, что-то сделать в своей жизни такое, чтобы оставить такой вот след. Поэтому это, мне кажется, очень выстраивается очень хорошая логика, вот историзм и вот нынешнее, и наше будущее поколение, вот поэтому смысл очень глубокий заложен в этом арт-объекте. Я думаю, что он заинтересует очень многих к тому, чтобы изучать историю своего края, узнавать много о тех интересных людях, судьбах, которые были связаны с Якутией. Арт-объект здесь был, открылся. Теперь жители и гости столицы могут увидеть цитаты великих людей, которые сыграли большую роль в истории Якутии и России. По-современному сделать селфи, а набрав QR-код, узнать историю жизни знаменитых людей на сайте «Здесь был» и таким образом вспомнить историю своего края и нашей страны. Видеоматериалы с митиль программы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале «Округ ТВ», а на своем телефоне или на компьютере. Набирайте «Округ ТВ», смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс «Округ ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова